что такое игра ума палата это интеллектуальное телешоу аналогов которого нет на якутском телевидении эта игра где задаются вопросы на эрудицию и где с помощью ума можно заработать деньги на вопросы надо отвечать быстро и здесь работает правило время деньги в буквальном смысле участникам приходится не думать о дружбе с оппонентами симпатии к нему ведь тот кто все-таки умнее заработанными очками вырывается финальную схватку за денежный приз 100 тысяч рублей правда это удается не всем но вернемся к началу нашей игры а первыми смельчаками мы с гордостью и большой благодарностью хотим отметить предпринимателей маю источкину елену терехову и системного аналитика альберта сидорова эти ребята активные игроки квиз не побоялись выйти на экран якутского тв и блеснуть своей эрудиции игроки набрали немного баллов но за их смелость мы снимаем перед ними шляпу ума палата эта игра не только на эрудицию и быстроту ума но и на удачу на умение сохранять самообладание достоинства а еще эта игра рекордов и анти рекордов анти рекорд в нашем телешоу установил учитель информатики школы номер три города якутска аида сокарутова она по итогам трех раундов в игре не заработала ни одного очка сложилось такое ощущение будто аида специально пришла все время говорить пас даже зная правильный ответ аида не изменяя своей доброй традиции 0 ответов будете отвечать интересная игра сложилась у магистранта сфу андрея межинского только за первый раунд он набрал рекордные 8 баллов такой мощный рывок в самом начале игры еще никому не удавалось повторить однако мы рано радовались второй раунд принес ему всего два балла что позволило оппоненту обогнать его и выйти в третий раунд андрей грустью попрощался не закончу парой строк есенина мне нравится когда камень и брани летят меня как град рыдающие грозы я лишь крепче жму тогда руками моих волос коснувшихся пузырь если продолжать говорить об этапных рекордах то нельзя не упомянуть студентку сфу нину алексееву второй раунд ей принес 12 очков вот у кого энциклопедические знания что вам помогло все таки в чем секрет много смотрели наши передач сразиться с оппонентом но прежде всего самим собой решился и звездный мальчик по версии 2016 года крестьянку приянов стоп-бальник по истории и высокобальник по русскому английскому языку и общество знанию телезрители многое от него ждали но возможно крестьян многое подзабыл и школьной программы все-таки восемь лет прошло и завершил игру с 12 баллами очень жаль забавно было наблюдать и за другим звездным героем многих таблоидов писателем фантастом максимом эверстовым азартный участник в различных весь игры философски отнесся своему поражению и поспешил в асфоясе девятью баллами чуть меньше заработала любимец публики эрхан попов который в конце резюмировал что зарабатывать деньги нужно другим путем они в этой студии все очень быстро все очень сумбурно я но я не подведу своих поклонников есть такое мнение что журналисты обладают самым широким кругозором и эрудиции мы решили это проверить с нашими коллегами и можно сказать в этом убедились телеведущий пётр васильев корреспондент александр хавренко и телеоператор александр иванов очень нас удивили и порадовали за последнего пришел поболеть и весь операторский цех но без сомнения самыми интеллектуальными в уме палата мы можем отметить учителей истории это бесспорно подтвердила три историка ирина грядинская учитель школы номер 30 города якутска александр абрахов учитель саха корейской школы и тимофей сильвестров выпускник исторического факультета сфу настоящая кладезь знаний но как мы уже говорили ума палата эта игра не только на эрудицию но и на удачу а она к сожалению была не на их стороне кстати про тимофея хотелось бы добавить что он принимал участие не только у нас но и в другой интеллектуальной телевикторине оркеной где дошел до полуфинала но в конце уступил победу другому игроку ума палата это еще и проверка себя на стрессовую устойчивость и немало этому способствуют периодические комментарии ведущего почему так мало все таки видимо и правильных ответов и уровня знания ну видимо из-за того что читаю очень мало книг архан вас можно назвать медийной личностью и у вас есть определенное количество поклонников вам не будет стыдно за что мне стыдиться за незнание мимо одного вопроса я не могу пройти мимо в этом году двести двадцать пять лет отмечает один русский писатель кто пушкин конечно пушкин александр сергеевич медного всадника которого вы вдруг что сделали с ним обезглавили с ума сойти безобразие хотим сразу отметить что быть вредным всезнайкой это телевизионный образ дмитрий жиркова жизни а точнее у себя на работе в университете коллеги и студенты его буквально обожают и считают добрым преподавателя ну вы знаете я могу искренне сказать что дмитрий дмитриевич один из моих любимых преподавателей из нашего факультета для него преподавание филологии от не просто работа профессия призвание потому что он говорит об этом с увлечением с горящими глазами я очень стеснительный на самом деле человек и первое время не было очень страшно отвечать но он как-то расположил к себе и так получилось что до сих пор мне очень интересны сейчас филология наверное скорее всего благодаря не мог он отлично умеет находить с нами общий язык и мне очень нравится то что он все свои умения все свои навыки он умеет применять современном мире дмитрий дмитрий человек с юмором он очень веселый часто подшучивает но шутки у него такие добрые очень мы конечно в своей жизни играем роли эти роли разные мы преподаватели мы дети мы родители и роль дима жиркова в игре ума палата это не более чем роль которая ему назначена а в жизни это совершенно другой человек человек который мы могли бы называть настоящий человеком со своими чувствами очень добрыми и открытыми конечно же я понимаю что обладать этим обширным кругом знания из разных областей практически нереально это действительно очень сложно и те требования которые я высказываю это и ироническая шутка который я позволяю себе по отношению к нашим участникам игрокам и конечно же очень большая составляющая моего образа телевизионного дмитрий дмитрий жирков преподает в сунц сфу и на филологическом факультете русскую литературу работой здесь уже 12 лет сейчас занят диссертации готовится к новому статусу кандидату наук весьма умен начитан эрудирован но нам стало интересно насколько эрудирован поэтому мы решили задать ему парочку вопросов не связанных с литературой и русским языком скажите какое дерево является символом мира оливка какой стране был изобретен компас китай как называется единственный город расположены на двух континентах но это конечно стамбул какой город является столицей новой зеландии вэлингтон какое архитектурное сооружение в риме известных как амфитеатр флавия ну это символ рима колизей что изображено на флаге канады кленовый лист как видите дмитрий тоже может ошибаться и это нормально ведь все знать как мы уже говорили это почти невозможно в этом мы убедились выйдя с микрофоном на улице столицы задавая вопросы и школьной программы каким символом обозначается химический элемент железа в периодической таблице ауру ау м они это меди забыл если честно ф е нет я вообще думаю с ничего не такое железо феррум феррум ф ф ф е феррум железо феррум кто написал героя нашего времени а что это за произведение на истории почитать достоевский нет герой нашего времени к сожалению я не помню ой толстый наверно островский по моему грибоедов достоевский лермонтов кто мы знаем да да сейчас чах потом лермонтов каким символом в математике обозначается площадь п п п с площадь с с площадь с с сколько всего улусов нашей республики отличный вопрос 38 примерно 24 лусов много 23 поэт тоже не знаю наверно 32 давайте так примерно скажу ну примерно наверно 64 хороший вопрос так почему-то 14 крутится цифра не могу точно сказать 12 17 много и того в полуфинал теле викторины ума палата по итогам первого сезона прошло четверо оператор нвк саха александр иванов предприниматели и игроки в квиз галина белоус и георгий глебов и студентка сфу не на алексеева и двое из них сразятся в финале и мы наконец узнаем кто самый умный и эрудированный в нашей республике довольно сложные вопросы и очень сложно то что все происходит быстро нету времени обдумать там посмотреть я боюсь здесь только одного человека нашего ведущего резкий дерзкий вообще ну во первых то что это снимается то что это будет публично показано того что за очень короткое время и в условиях стресса не смогу найти где-то в чертогах памяти нужный ответ может покажешь плохой результат не на вы в прошлых игр заработали больше всех баллов по сравнению другими да вот сегодня как покажет себя если повезет с вопросами все будет хорошо а насчет везения с вопросами это какие вопросы должны быть чтобы вам повезло очевидно те которые я знаю не знаю какая-нибудь любая простая приготовьте попкорн ставьте на громкость телевизоры мы начинаем финальную игру телешоу ума палата эта игра ума палата сегодня из этой студии можно уйти победителем а можно остаться абсолютно ни с чем именно сегодня мы узнаем имя самого эрудированного самого удачливого человека в нашей республике итак господа в телевикторине ума палата финальные игры после которых мы узнаем счастливого обладателя денежного приза в 100 тысяч рублей полуфинальные игры выявили двух игроков ими оказались телеоператор нвк саха александр иванов и предприниматель георгий глебов напомним что в своих первых интеллектуальных состязаниях они заработали по двадцать одному правильному правильному ответу в полуфинале они заработали 25 и 9 правильных ответов соответственно александр каков ваш настрой на финальную игру настроим победить как оцените своего соперника ну достойный соперник опасный даже знание о том что у него только 9 правильных ответов в полуфинале а у вас 25 ну факт что человек дошел до финала это всегда опасность будем считать что вы слишком комплиментарны георгий до ков ваш настрой боевой заряженный прогноз на игру я хочу верить в историю про давида и голиафа напомните ее нашим телезрителям история о том как маленький давид смог победить огромного огромного голиафа вы маленький давид маленький давид я конечно профигурально они буквально ну что же игра покажет принцип сегодняшней игры достаточно прост вам нужно набрать наибольшее количество правильных ответов в двух раундах тот кто заработает больше тот и выиграл третьего раунда для вас не будет а пока что перед вами черный ящик который вам вновь нужно заглянуть для того чтобы определить кто будет отвечать первым на вопросы первого раунда приступать александр вы получили преимущество верните шар на место вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда я напомню правила нашей игры в первом раунде вы отвечаете по очереди в течение трех минут тот кто заработает большее количество правильных ответов будет отвечать первым на вопросы второго раунда при равенстве баллов мы проведем дополнительный раунд где на вопросы нужно будет отвечать по очереди без учета времени до победы в одну очко по принципу пенальти начинает дополнительный раунд тот игрок который имел преимущество в предыдущем раунде в общий зачет засчитывается один балл в пользу победителя дополнительного раунда итак первый раунд александр как называется прямая проходящая через вершину угла делящая его пополам бисектриса правильно георгий четвертая по счету планеты солнечной системы это марс марс александр по какой шкале измеряют мощные землетрясения шкала рихтера правильно георгий какая из этих стран является светской саудовская аравия иран турция турция александр сколько существует основных законов ньютона четыре три георгий кто является автором романа кто виноват чехов александр герцун александр каким символом обозначается золото в периодической таблице менделеева аурум правильно георгий сколько пар хромосом включает геном человека 48 23 александр какие сутки короче летом или зимой зимой они одинаковы георгий как называют жителей курска курчане куряне александр назовите главную героиню столетней войны жанна дарк правильно георгий как называется литературное произведение где персонаж бросается под поезд анна коренина правильно александр сколько будет два плюс два умноженное на два шесть шесть правильно георгий как называют прямую ограниченную точками отрезок правильно александр где находится самая широкая река в мире в южной америке правильно георгий какая из этих физических величин не имеет единиц инерфнас удельный вес сопротивления атом атом инертность Александр, сколько костей в теле взрослого человека? Что-то там, 200 с чем-то. 206. Георгий, какой из этих химических элементов обозначается символом плюмбу? Вы не знаете, это свинец. Александр, назовите самую маленькую планету Солнечной системы. Меркурий. Правильно. Георгий, как называется класс теплокровных яйцекладущих позвоночных животных? С ума сойти, это птицы. Александр, какой самый жаркий элемент в структуре Земли? Жаркий элемент в структуре это ядро? Конечно. Георгий, как называется шестигранник, у которого все грани параллелограммы? Равнобедренный. Параллелепипед. Александр, какова доля азота в атмосфере? 70 с чем-то. 78. Хорошо. Георгий, по какому закону одно заряженное тело притягивается к другому? Паспорт. Закон кулона. Время вышло, пока вы думали так долго, думали что. Итак, первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. В течение первого раунда я задал вам 24 вопроса, при этом Георгий дал 4 правильных ответа, а Александр только 10. Георгий, как вы ответили на мой вопрос? Какая из этих физических величин не имеет единиц? Инертность, удельный вес, сопротивление. Дай бог памяти, вы сказали атом. Я вообще не очень понял вопрос. Видно, вы должны были выбрать одно из трех. Это не так сложно. Скажите, пожалуйста, сегодня кроме вот этой легкости вашей мы увидим какую-то серьезность, собранность и, наконец-таки, ум в ваших глазах? Ну, во всяком случае, ум не обещаю, но мудрость, я думаю, что можно получить. Это слишком громко сказано. Александр, 10 правильных ответов. Это неплохо, но для финала маловато. Мы знаем, что вы можете лучше. Что помешало? Скорость мышления моя, своя, меня. Ладно. Александр, вы получили преимущество. Теперь вы будете начинать второй раунд, который, я отмечу, также длится 3 минуты. Во втором раунде вы будете отвечать до тех пор, пока не ошибетесь. Это означает, что вы можете не оставить Георгию ни единого шанса для ответа. Итак, второй раунд. Александр, о ком Вольтер написал свою книгу «Орлеанская девственница»? Жанни Дарк. Правильно. Георгий. Александр, прошу прощения, именем какого математика названа прямоугольная система координат с перпендикулярными осями? Декарт. Правильно. Александр, как зовут главного героя романа «Аноры де Бальзака» «Шагреневая кожа»? Пьер. Рафаэль де Валентен. Георгий. Как называется мысль, который является крайней северной точкой материковой России? Шпицбергена. Погромче. Шпицбергена. Мысль Челюскин. Александр, какие живые организмы относятся к прокариотам? Микробы. Бактерии. О, это микробы. Георгий. Какое сражение принесло французскому императору Наполеону? Приватерлоу. Приватерлоу. Битва под Аустерлицем. Александр, какая страна имеет форму сапога? Италия. Правильно. Александр, у какой страны не прямоугольный и не квадратный флаг? У меня? Да. Непал. Да. Александр, где находится гора Олимп? В Греции. Александр, какой итальянский ученый произнес фразу и все-таки она вертится? Галилео. Александр, назовите столицу Литвы. Вильнюс. Александр, на территории какого современного государства находится Трансильвания? Румыния. Александр, с какого дерева делают спички? Ну, сосны. Осина. Георгий, по мнению Эльберта Хаббарда, чтобы избежать этого, ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Правильный ответ критика. Александр, сколько витков вокруг Земли сделал первый пилотируемый космический корабль «Восток» с Юрием Гагарем на борту? Два. Один. Георгий, как сам Александр Галина определил жанр своей повести Аллы и Паруса? Поэма. Повесть «Феерия». Александр, с какой частью хвойного дерева сравнивает высокий пост чиновника? С верхушкой? Шишка. Георгий, мешок чего прислал Петр Первый из Голландии в Москву? Картошки. Картошки, правильно. Георгий, хуже чего, как говорят в народе, может надоесть человек? Парина репы. Горько и редьки. Александр, памятник кому имел в виду косой в фильме «Джентльмены удачи»? Кто же его посадит, он же памятник? Лермонтов. Правильно. Александр, кто автор романа «Принц и нищий»? Марк Тен. Правильно. Александр, сколько галлонов содержится в одном барле нефти? 48. 42. Георгий, для какого балета Арам Хачатулян написал знаменитый «Танец с саблями»? Забыл уже. Гайне. Александр, что такое голос Вероники? Созвездие. Правильно. Александр, как называется тихо-незвонкая речь, которая произносится без участия голосовых связок? Шепот. Это правильный ответ. Время вышло. Итак, результаты финальной игры. Александр заработал 22 правильных ответа, в то время как Георгий дал 5 правильных ответов. Это означает, что именно Александр становится победителем игры «Ума палата». Именно он получает денежный приз 100 тысяч рублей. Однако прежде я хочу спросить у Георгия, почему для финалиста нашей игры такое малое количество правильных ответов, учитывая, что вопросы были сугубо из школьной программы? Ну, у меня, может быть, такая отмазка больше. Просто вчера до утра у нас был корпоратив, и я выполнял функцию еще трезвого водителя. Поэтому мне удалось поспать 3 часа, наверное, только. Ну, еще доля удачи, может быть, какая-то тоже подвела в данном случае. Не переживаю по этому поводу абсолютно. Получил огромное удовольствие от участия. Ну что же, дай бог. Слово для поздравления и вручения приза предоставляется директору телевизии НБК СХ Олегу Колесову. Спасибо, Дмитрий. Добрый день, уважаемые наши телезрители, уважаемые наши участники. Сегодня, да, действительно, хороший эфир получился у нас. Георгий, не расстраиваемся. Действительно, интеллектуальная викторина «Ума палата» – это не самый легкий способ заработать большую и крупную сумму денег. Георгий, еще раз вас поздравляю. Спасибо большое. Спасибо вам большое за игру и от нашей компании вот такой, ну, утешительный прист. Спасибо большое. Спасибо. Как говорил Марк Аврелий, вот надо покорять умом то, что нельзя отделить силой. Вот сегодня уникальный пример сочетания ума и силы. Александр Иванов, победитель сегодняшней нашей игры. Поздравляем вас и вручаем вот такой приз. 100 тысяч рублей. Поздравляю вас. Спасибо. Это игра «Ума палата». Игра, в которой можно не только блеснуть интеллектом и эрудицией, но и заработать деньги. Игра, в которой встречаются ум и удача, где есть место чувству юмора и достойному поражению. Это место, куда приходят проверить себя на стрессоустойчивость из-за долей адреналина. Это интеллектуальное телешоу, не имеющее аналогов на якутском телевидении. Я прощаюсь с вами, по крайней мере, до следующего сезона. И готовьтесь, быть может, именно с вами мы встретимся в этой студии. Субтитры создавал DimaTorzok